Клавдии Пономаревой 93 года. Всю свою жизнь она прожила в селе Трубино Щелковского района. Семья, рассказывает Клавдия Васильевна, была большой. Помимо нее у родителей было еще 8 детей. Закончив школу 7-летку, она рано пошла работать, трудилась телефонисткой на почте. К началу Великой Отечественной войны ее взяли ученицы и счетоводы на местную Трубинскую шелкоткатскую фабрику. И вот с фабрики меня взяли на Трудовой фронт, окопы копать. Нас молодежь, было лет 18 или 19, вот в это время. Под Дмитров, да, мы там были, в Яхроме. В годы войны город Яхрома Московской области стал рубежом, на котором были остановлены немецко-фашистские войска. В конце ноября, начале декабря 41-го года здесь проходили ожесточенные бои за взятие Перемиловской высоты. Этот рубеж имел стратегическое значение. Благодаря своим крутым склонам, растянувшимся вдоль канала имени Москвы на 2 километра, он возвышался над местностью и с него легко просматривался пологий западный берег. Клавдия Пономарева в числе сотен тысяч соотечественников самотверженно трудилась на строительстве оборонительных сооружений, окопов, противотанковых рвов и заграждений. Помогала на кухне, обеспечивая рабочих питанием и продовольствием. «Надо переплыть канал, чтобы привезти капусты. Капуста у нас кончилась, а там капуста росла. И вот, значит, мы только-только сели в лодку. Самолет летит немецкий, самолет. Ну, как раз на берег легли, лежать, лежать. А он пролетел, немецкий, ничего. Ему где-то было нужно разгрузиться. Он где-то разгрузился и полетел». На трудовом фронте в Яхраме Клавдия Пономарева работала несколько месяцев. Затем вернулась на Трубинскую желкоткатскую фабрику. Мужчин не хватало, все ушли на фронт. И по просьбе руководства Клавдия Пономарева закончила шестимесячные курсы шоферов. «Выучил, а ездить-то и боюсь, не практики ничего, я боюсь ездить-то. А полуторку дали, год-два, полуторку разбито и вся». В годы войны Трубинская шелкоткатская фабрика наладила выпуск парашютной ткани. Клавдия Пономарева отвозила материал на комбинат «Красная роза» в Москве, который затем отправлялся на фронт. После войны до выхода на пенсию Клавдия Васильевна работала на фабрике «Ткачихы». За свои многолетние труды и подвиги Клавдия Пономарева была удостоена множества государственных наград. Медали из-за оборону Москвы, за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, званий «Ветеран труда, ударник коммунистического труда». Но главной своей наградой считает семью. У Клавдии Васильевны есть любящий сын, сноха, внуки, правнуки, младший брат и множество племянников. «У нас семья большая, мы все время в семье. И сейчас у нас все время народ и народ». Сергей Максимов, Галина Хладцова, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...